Добрый день, меня зовут Ая Болтабек, я иммиграционный юрист Соединенных Штатах Америки. Как удовлетворить критерий коммерческий успех для получения грин-карты EB1? Если вас интересует тема иммиграции в США, обязательно подписывайтесь на данный канал и ставим лайк всем моим видео. Если вы не танцуете, не поете, не играете на инструментах, не выполняете какие-либо трюки акробатические, тогда вы можете в принципе забыть о данном критерии. Когда офицер приступает к оцениванию данного критерия, первое, что он должен определить, что вид деятельности действительно должен быть исполнительским искусством. То есть человеку платят не за то, что он рассказывает про иммиграцию в США, а платят ему за то, что он поет, танцует, выступает как гимнаст и так далее. Из самого текста норматива, которым руководствуется офицер, видно, что сам по себе текст достаточно старый, потому что если читать прям слово в слово, то доказательства должны указывать на то, что были высокие кассовые сборы, высокие продажи кассет, компакт-дисков и видеопродажи. То есть, понятное дело, на сегодняшний день уже кассеты и компакт-диски мало кто покупает, поэтому нам нужно адаптировать данный критерий под реалии современности. К сожалению, иммиграционная служба так быстро не двигается, поэтому это наша задача показывать, что, возможно, выплаты тиктока за вашу песню, которую вы загрузили, да, и у вас было там несколько миллионов просмотров, как раз-таки можно уже оценивать о том, что кто-то вам все-таки платил, да, они тратили свое время на то, чтобы посмотреть, и тикток оценил данное время вот в такую-то сумму. Соответственно, если вы нашли себя в такой ситуации, что вам выплатили за какое-либо выступление на тиктоке там 3 или 4 тысячи долларов, есть смысл оформлять данный факт как вот один из доказательств в пользу данного критерия. Этот критерий ориентирован на объем продаж и кассовые сборы как меру успеха иностранца вот именно в исполнительском искусстве. Соответственно, тот факт, что вы просто выступили, к примеру, у вас там был концерт под каким-нибудь Бруклинским мостом, но при этом туда никто не пришел или вам никто за это не заплатил, тогда, к сожалению, вы не сможете заявить, что вы удовлетворили данный критерий. После того, как мы определили, что вы действительно заработали что-то в результате того, что вы выступили, теперь необходимо будет найти информацию о том же, сколько в среднем лица в данной сфере примерно в той же позиции получают за те же самые выступления. Соответственно, если ваш доход он средненький, тогда, возможно, вам не засчитают данный критерий. В то же время, если вы сможете найти информацию о том, что в среднем люди получают значительно меньше, нежели чем вы за одно выступление, тогда у вас есть шанс для того, чтобы удовлетворить данный критерий. Надеюсь, данное видео было очень полезным. Если есть вопросы, пишем в комментариях. Если вам нужна консультация по вашему иммиграционному кейсу, контакты моего офиса под данным видео. Всем, кто не подписан на мой телеграм-канал, вам обязательно нужно пройти по ссылке под данным видео, перейти на телеграм-канал и подписаться, для того, чтобы быть в курсе всех последних иммиграционных новостей и спланировать вашу иммиграцию наиболее быстрым и оптимальным способом.